Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Марка Кондратюка, Камилу Валиеву, Анастасию Мишину, Александра Галямова, Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова с золотом Олимпийских игр в Пекине. Российские фигуристы показали лучший результат в командных соревнованиях. Уважаемые Марк Валерьевич, Камила Валерьевна, Анастасия Викторовна, Александр Романович, Виктория Александровна, Никита Геннадьевич. Примите поздравления с красивой, убедительной победой на 24-х Олимпийских зимних играх в Пекине. В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И, конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам и многочисленным болельщикам. От души желаю вам здоровья и новых успехов на Олимпийском льду. Так держать, говорится в тексте телеграммы президента России. Журналистка канадской телерадиовещательной корпорации Си-Би-Си Сара Дженкинс выступила с предложением исключить из программы Олимпийских игр те виды спорта, в которых лидирующие позиции регулярно удерживают одни и те же страны. По ее словам, убрать фигурное катание из Олимпиады необходимо в связи с доминированием России. Я думаю, нам следует исключить из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминируют несколько стран. Больше никакого фигурного катания из-за России, конькобежный спорт должен уйти из-за Нидерландов. Бобслей следует исключить, потому что там хозяйничают немцы, больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии, сообщила Дженкинс. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала мнение канадской журналистки Сары Дженкинс о том, что некоторые виды спорта необходимо убрать из программы Олимпийских игр из-за доминирования отдельных стран, в частности исключить фигурное катание из-за лидерства России. Я не понимаю, какая у них мотивация, когда они говорят такие вещи про нас. Что им Россия такого сделала, придурков много, я не хочу обсуждать их. Я очень удовлетворена результатами наших спортсменов на Олимпиаде, в частности в командных соревнованиях. Не думаю о том, сколько еще золотых медалей мы выиграем, не сомневаюсь, что много, сказала Тарасова. Ранее сборная России одержала уверенную победу в Олимпийском командном турнире по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская высказалась о победе сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что спортсмены показали великолепный результат и принесли ценную медаль. Потрясающие эмоции, мы лучшая страна в мире по фигурному катанию, во всех четырех видах мы имеем самые высокие баллы, поэтому мы лучшие, сообщила Чайковская.